Воймя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всевышний Преславный Божий, освети тьму наших сердец и дай нам истинную веру, ясную надежду и совершенную любовь, разумение и познание, чтобы исполнили мы Твою святую волю. Аминь. Первое Стояние Иисуса Христа осуждают на смерть. Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя, ибо Ты святым Крестом Своим искупил мир. Позади у Иисуса ночь на Элеонской горе, осуждение религиозными властями Его народа. Теперь Он стоит перед Пилатом. Он полностью отдает Себя воле Своего Судии. Тот может сделать с ним, что хочет. Ночью на Элеонской горе Господь все предал в руки Своего Отца. Это самоодвержение Он будет проявлять вплоть до Своей смерти на кресте, потому что любит Отца и людей. Помолимся. Господи Иисусе Христе, Ты полностью верил в Себя воле Отца Твоего. Мы тоже веряем в Себя Ему с нашими радостями и нашими скорбями, с нашими страхами и нашими надеждами. В бодлином хочется чувствовать себя в безопасности. Поэтому просим Тебя, пусть ничто из того, что может с нами случиться, не отлучает нас от Бога. Господи Иисусе Христе, распятый и воскресший, смилуйся над нами. Второе стояние. На Иисуса возлагают крест. Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя, ибо Ты святым крестом Своим искупил мир. Господь говорил о крещении страданий, которым надлежало Ему креститься. И вот теперь на Его плечи возлагают крест. Он принимает этот крест, как что-то, чего Он давно ждал. В то же время Он ощущает его непомерную тяжесть. Можно принимать страдания как благо, но такое происходит только тогда, когда любишь. В любви принимает Господь свой крест. В любви несет Его, чтобы в любви умереть на нем. Помолимся. Господи, мы боимся креста. Нам хочется по возможности избежать Его. Тем не менее, мы можем быть Твоими учениками, только если несем крест. Поэтому мы просим у Тебя мужества и сил, чтобы мы могли принять свой крест и нести его. И мы молим Тебя не только о себе, но и обо всех, кто несет крест во всем мире. Господи Иисусе Христе, распятый и воскресший, смилуйся над нами. Третье стояние. Иисус падает под бременем креста. Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя, ибо Ты святым крестом Своим искупил мир. С крестом на плечах Иисус идет, спотыкаясь. Избитый бечом, Он весь в крови. Он изможден. Неудивительно, что при полуденном зное у Него темнеет в глазах, и Он падает на землю. Но Он должен идти дальше, и поэтому поднимается, чтобы продолжить свой путь. Помолимся. Господи и Спаситель, Ты упал, потому что мы падаем. Мы падаем, впадая в искушение и в грехи. Храни нас и наших братьев и сестер от падений. Не введи нас в искушение. Не дай нам впасть в искушение. Господи и Иисусе Христе, распятый и воскресший, смилуйся над нами. Четвертое стояние. Христос встречает Свою Пречистую Матерь. Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя, ибо Ты святым крестом Своим искупил мир. Мать встречает сына. Сын встречает мать. Какая необычная эта встреча. Мать в оцепенении при виде сына. И как хотел бы он избавить ее от этого зрелища. Всю его жизнь она была рядом с ним. И теперь, когда он идет на смерть, она снова с ним. Она раба Господня. То, что было предначерто на ей Богом, она принимает из его рук. Помолимся. Если бы только мы могли Тебя встретить, Господи, дай нам узнать Тебя во всяком облике, в котором Ты нам встретишься. Ты идешь через наш мир в обличиях бедных, больных, страдальцев, измученных и отчаявшихся. Дай нам быть рядом с Тобою в них. Ты же будь рядом с теми, кто несет свой крест. Господи, Иисусе Христе, распятый и воскресший, смилуйся над нами. Пятое стояние Симон Киринянин помогает Христу нести крест. Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя, ибо Ты святым крестом Своим искупил мир. Его заставили нести крест Господа. Вот и мы порой беремся нести крест лишь тогда, когда нам не остается ничего другого. Нам не следует забывать, что это Иисусу мы помогаем нести Его крест. И должны, подобно Симону, помогать другим нести их крест. Потому что Симон – это каждый из нас. Но за всяким, кто несет свой крест, стоит Сам Иисус. Помолимся. Господи, помогай нам делать то, что нам положено, как то, что мы делали бы по своему свободному выбору. Помогай нам всегда принимать на себя крест в свободе и любви. Дай нам сил. Рядом с Тобой мы узнаем, что когда мы несем крест, Он поддерживает нас. Господи Иисусе Христе, распятый и воскресший, смилуйся над нами. Шестое стояние. Святая Вероника оттирает полотенцем божественный лик Спасителя. Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя, ибо Ты святым крестом Своим искупил мир. Посреди ненависти и жестокости Вероника несет Иисусу свою любовь. Такой любящий человек – это образ Христа. Если Господь запечатлевает свой лик на ее платке, то это потому, что она всегда носила его образ в своем сердце. Так и мы должны носить в себе образ Христа, чтобы быть его живыми подобиями. Помолимся. Господи Иисусе Христе, Вероника оттерла Твой лик, движимая любовью своего сердца. На Твоем крестном пути она показала нам, как один человек может проявить участие к другому. Пошли всякому, кто претерпевает страдания и одиночества, свою Веронику на его пути. Такого человека, который поможет ему ощутить себя любимым. Господи Иисусе Христе, распятый и воскресший, смилуйся над нами. Седьмое стояние. Иисус Христос вторично падает под тяжестью креста. Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя, ибо Ты святым крестом Своим искупил мир. Снова крест придавил Иисуса к земле. Его бремя тяготит Господа тяжестью всех страданий мира. Вот и другие люди тоже падают, сломленные тяжестью страданий. Но Господь не оставляет свой крест. Он поднимается вновь и опять взваливает его себе на плечи. Так Он показывает всем, кто несет свой крест, что благодать Божия может сделать человека сильнее любых страданий. Помолимся. Господи, в нашем мире так много страданий, и никому из нас их не избежать. Помолим нам не ощущать страдания, как безысходные. Озари путь тех, кто страдает лучами Твоего Божественного Света, и дай им силы претерпеть до конца. Нас же храни от того, чтобы мы причиняли страдания другим. Господи Иисусе Христе, распятый и воскресший, смилуйся над нами. Восьмое стояние Иисус Христос утешает плачущих женщин. Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя, ибо Ты святым крестом Своим искупил мир. Вот стоят у дороги женщины и плачут. Слезы не чужды Господу. Он сам плакал о своем умершем друге Лазаре и о своем упрямом городе. Господь знает, что только слезами можно выразить страдания и сострадания. Поэтому Он принимает от женщин утешение, выраженное их слезами. Поэтому Он утешает их своим участием, своей любовью. Помолимся. Господи, пусть в океане слез мерцает для нас проблеск надежды, ибо тот, кто плачет, должен жить надеждой. Но это должна быть истинная надежда, потому что любые надежды, которые не выходят за пределы нашего мира, не способны осушить людских слез. Это может сделать только надежда на спасение. Надежда на Тебя, Спаситель. Будь же нашим утешителем и нашим утешением. Господи, Иисусе Христе, распятый и воскресший, смилуйся над нами. Девятое стояние. Иисус падает под бременем креста в третий раз. Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя, ибо Ты святым крестом Своим искупил мир. Уничиженный, разбитый, раздавленный, снова простерся Иисус на земле. Ведь Он позволяет раздавить себе тяжести креста, тяжести человеческих грехов. Иногда легче умереть, чем жить. И когда Господь снова поднимается и идет дальше, то любовь движет Его вперед. Если сокрушены Его тело и душа, то Его любовь не сокрушить. Помолимся. Господи Иисусе Христе, как часто мы падали, впадая в грехи, и продолжаем падать. Ты единственный, кто способен помочь нам встать, ибо Ты взял на Себя наши грехи на древе креста. Твоими ранами мы исцелились. Дай нам в Твоей смерти и Твоем воскресении обрести поддержку, которая убережет нас от падения. Господи Иисусе Христе, распятый и воскресший, смилуйся над нами. Десятое стояние Иисуса Христа обнажают. Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя, ибо Ты святым крестом Своим искупил мир. С Господа совлекли одежды и поставили его у всех на виду, нагого, босого. Так и теперь один покров за другим совлекается с человека, так что уже не остается никакого благоговения перед той тайной, которую он составляет. Да многие сами выставляют свои тела и души на показ любопытным евакам. А нужно было бы совлеть со своего сердца эгоизм и гордыню, алчность и необузданные страсти. Помолимся. Господи Иисусе Христе, мы молимся обо всех подвергающихся насилию, обо всех ограбленных, обо всех брошенных на произвол судьбы. Мы молимся обо всех, чье человеческое достоинство унижают, обо всех, кого выставляют на поношение и посмешище. Мы молимся и о том мире, который уже не знает благоговения и стыда. Мы молимся, наконец, и обо всех, кто в нашем мире следует за Тобою, поруганным и обнаженным Спасителем. Господи Иисусе Христе, распятый и воскресший, смилуйся над нами. Одиннадцатое стояние Христа распинают на кресте. Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя, ибо Ты святым крестом Своим искупил мир. Иисуса пригвоздили ко кресту. Теперь Господь неотделим от креста. На кресте Иисус лишен свободы двигаться, однако нигде Его свобода не оказывалась такой безграничной, как на кресте. В свободе принимает Он с крестом волю Отца. Тем самым Он показывает, как надлежит и нам, в тяготах и бедах нашей жизни, принимать волю Божию. Помолимся. Господи Иисусе Христе, мы скованы. Каждый из нас пригвожден ко кресту своей жизненной участи. Как часто мы хотим оторваться от нее. Помоги нам признавать то в нашей жизни, чего нельзя изменить, как крест, которому мы пригвождены. Это Твой крест. И помоги нам чувствовать, что если мы не будем избегать нашего креста, Он в конце концов превозможет все невзгоды нашей жизни. Господи Иисусе Христе, распятый и воскресший, смилуйся над нами. Двенадцатое стояние Иисус Христос умирает на кресте. «Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя, ибо Ты святым крестом Своим искупил мир». Под крестом Иисуса стоит мать. Но кажется, что Отец его оставил. И тем не менее он здесь, иначе как бы могла смерть Господа оказаться полной самодачей Отцу. «Отче, в руки Твои придаю Дух Мой». В страданиях Иисус открывает самую глубину Своей любви, любви к Отцу и любви к людям. Его любовью мы освобождены от греха. Его любовью мы будем однажды избавлены и от страданий. Помолимся. «Распятый Господи, Иисусе Христе, Ты испил чашу до дна. Твоею смертью Ты приобрел нам вечную жизнь. Крест, поднятый над нашей жизнью, с момента Твоей смерти, становится для нас надеждой на бессмертие и будущее воскресенье. Укрепи этой надеждой наши сердца, чтобы беды и страдания никогда не могли нас сломить, никогда не могли нас одолеть. «Господи Иисусе Христе, распятый и воскресший, смилуйся над нами». Тринадцатое стояние Иисуса Христа снимают с креста. «Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя, ибо Ты святым крестом Своим искупил мир». Когда он был ребенком, она носила его на руках. Теперь тело его сына лежит у нее на коленях. Его похоронят, но смерть не сможет его удержать. Мы знаем, что Мария есть прообраз церкви, как и Мария церковь несет Господа Иисуса Христа. И когда порой кажется, что он мертв, мы знаем, что с момента своего воскресения он жив. Этому живому Иисусу послушна наша вера, и ему послушны надежда и любовь. Помолимся. Оружие, которое предрекал Симеон, стало реальностью. Твое сердце, Матерь Мария, пронзилось, как и сердце Твоего Сына, и сердце Твое так же открыто, как и сердце Твоего Сына. Поэтому мы молим Тебя, нашу Матерь, и спроси нам сердце, открытое ко всякому страданию в мире, чтобы любовь нас никогда не угасала. Господи Иисусе Христе, распятый и воскресший, смилуйся над нами. Четырнадцатое стояние погребения Христа. Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя, ибо Ты Святым Крестом Своими скупил мир. Сын Человеческий не имел, где преклонить голову. Он и не имел и собственной гробницы. Иосиф из Аримафеи вынужден уступить ему свою. Это крайняя нищета, но его нищетою мы обрели богатство. Только не должны мы зависеть от людей и от вещей. Главное, чего хочет от нас Господь, это наше сердце. Нужно открыть для него свое сердце, подобно тому, как Иосиф открыл для него свою гробницу. Помолимся. Господи Иисусе Христе, отдавая Себя за нас, Ты отдал все, и так вплоть до смерти, вплоть до гроба, и как хотелось бы нам в свою очередь отплатить Тебе. Помоли нам, Господи, быть великодушными, чтобы мы умели дарить то, что имеем, и то, что мы есть. Тебе мы хотим быть послушными в нашей жизни и в смерти. Господи Иисусе Христе, распятый и воскресший, смилуйся над нами. Помолимся. Боже, Отче всемогущий, Ты даровал нам прощение грехов, омыв их кровью своего единородного Сына. Молим Тебя, призри на нас, смиренных слуг Твоих, и даруй нам истинное раскаяние и исправление. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодать и полная Господь с Тобою. Благословена Ты между женами и благословен плод чрева Твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Иисус, уповаю на Тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok